Добрый день! Сегодня с вами хочу обсудить выступление сборной России по настольному теннису. Нас будет интересовать девушки, как сыграли. Как-то вы знаете, в тени выступления мужской сборной России мы совсем не заметили, как сыграли наши девушки. А у них был очень интересный матч против сборной Лексимбурга. И за Лексимбург играет опытный Никся Лянь. Это лидер сборной Лексимбурга. Ей сейчас 58 лет. Она занимает 44-ю строчку в мировом рейтинге. И вот вы видите на экране, сейчас она тренируется, играет. И она играет справа длинными шипами, слева играет гладкой накладкой. И играет так очень давно. И шипы без губки, хотя Курл П1, они не продаются без губки, но каждый может купить и снять губку. С этих шипов губка снимается легко. И почему я поставил именно тренировочный процесс Никся Лянь? В первую очередь для того, чтобы вы увидели, что да, она может в матче играет в один ход. Просто бьет, сразу подает и бьет. А в игре, в тренировочном режиме, она, конечно же, держит мяч, может держать очень долгий мяч, очень хорошо держать мяч может и почти не ошибаться. По 20-30 повторений. И, конечно, это заслуживает большое уважение. И как двигается она, посмотрите, в 56 лет, в 58 лет даже, она двигается очень-очень уверенно и очень-очень быстро. Сейчас я вас прошу побыть немножко тренерами. Посмотрите, пожалуйста, вот состав сборной России, вот состав сборной Лексимбурга. И здесь мы можем заметить, что у Лексимбурга третий номер, он слабее намного, чем у нашей девушки. Девушки у нас ровный состав. Конечно, Лексимбург не может рассчитывать на то, чтобы третья ракетка у них дала очко. И может рассчитывать только на двух лидеров, это Денут и Неселян. Если обратиться к статистике, мы видим, как наши девчонки играли против лидеров сборной Лексимбурга. Ну, Михайлова обыграла Денут дважды, но давно это было, поэтому трудно сказать, как сейчас они сыграют. Вроде бы как сильнее, да. Носкова не выиграла Неселян, это было тоже очень давно. Сейчас Яна, как мне кажется, сильнее играет. И Михайлова Полина играла с Неселян трижды, и трижды была слабее, последние два раза было совсем недавно. То есть Неселян играет сильно по защите, использует свои длинные шипы. И что касается матчей Носковой против Денут, играли девушки много раз между собой, половина встречи была сыграна в юниорском возрасте. Последний раз Носкова проиграла дважды, но я думаю, что здесь больше психологии. Знаете, бывает такое, что ты постоянно выиграешь одного и того же игрока, а потом где-то проиграла случайно. Может быть, дважды проиграла, но, как мне кажется, это обе равные спортсменки. И было бы, как мне видится, поставить Носкову играть против Неселян и Денут было бы правильным решением. Но в итоге Яна играла только на третьем номере, играла одну встречу. А против Неселян и Денут играла наша молодая Мария Толокова. И давайте обсудим сразу с вами, как сыграла Маша против Неселян. Первый сет остался за Машей. Она очень уверенно выиграла первый сет. Но Неселян, она очень опытная спортсменка, она очень хорошо чувствует соперницу. Вот если она начинает чувствовать соперницу, она понимает, куда сыграть надо, где не ждет Маша. Она вот этот момент очень хорошо осознает. И Маша темповая спортсменка, но выдерживает, наверное, 2-3 хода на очень большой скорости, а потом начинает просаживаться. А Неселян, чтобы выиграть, как мне кажется, важно не сила, да, с которой ты делаешь, а важно делать 5-6 ходов и таких достаточно плотных мячей посылать, потому как просто вот так вот пробивать весь матч точно не получится, как это делает Маша вот в этих розыгрышах. В итоге Маша побеждает в первом сете. Такая техника, да, посмотрите, локоть закручивает вперед, при топ спине он выходит вперед, да, получается, что как бы добавляется мощь. Ну, конечно, лучше добавлять мощь также ногами корпуса, тогда будет посильнее лететь. И в итоге Некселян начинает захватывать инициативу, побеждает во втором сете, начинает разводить Машу по углам своими шипами, особо сильно не сдвигаясь, подает ток гладкой, потом отыграет шипами, добивает красиво. Но тут трудно говорить, что Маша должна побеждать, все-таки опыт Некселян сейчас может быть важнее момент такой, опыт Некселян, чем, скажем, скорость Машины скорость. Да, Маша здесь красиво забивает, Некселян смотрит. Важно, чтобы тренер подсказывает, что вдруг, если ты забиваешь красиво, не надо извиняться, да, там не было ребра у Маши. То есть это тоже важный момент, который тренер должен подсказывать, что ты должна быть готова к тому, что ты можешь выиграть. Да, она будет тебя там смотреть каким-то образом определенным, но ты должна быть готова, чтобы ты можешь победить более именитую спортсменку. Ну и в итоге Маша проигрывает Некселян и команда Люксембурга повела 1-0. Потом вышла играть Сара против Полины и Денут побеждает Полину 3-2. Но даже если Полина бы выиграла эту встречу, потом Яна дает очко и даже если по России повела бы 2-1, потом выходит играть Полина Михайлова против Некселян. И мы знаем, что у Полины есть проблемы в игре против Некселян. Здорово, Некселян играет по защите. Самый яркий момент первого сета это тот момент, когда вот, посмотрите, Некселян как ускоряется в 58 лет после того, как отыграла целый сет. Но в хорошей форме находится физической. Вот. Полиной не получается мяч толком обработать, потому что мячи посылает Некселян без вращения. Ну и это и неудивительно, что шипами играет Некселян без вращения. Также отскок мяча на стороне Полины, он очень низкий. Мяч не подлетает вверх, а летит вперед. И вот яркий момент второго сета, когда Полина ждет мяч и Некселян дает мяч. Но получилось в край попасть. Это у нас был ролик недавно, как повесить соплю во время подачи. Вот видим, что Некселян умеет это делать. И в итоге 1-0-6-4 ведет Некселян. Красиво бьет коротким движением. Мяч задевает немножко трос. Но трудно обработать такой мяч. Полина выбрала тактику играть у стола, не отходить. И получается, что у Некселян не так много времени, может быть, для атаки своей. Но она успевает делать серию, там, по 2-3 топ спина. И причем делает это точно, посмотрите, красиво, костевым ударом. Отравляет мяч по прямой. Полина этот мяч просто не ждет. Такой косой мяч. И побеждает Некселян 3-0. И выводит свою команду в сборную Ликсембурга в финальную часть чемпионата Европы. Вот такой вот разбор получился у нас сделать против сборной Ликсембурга. Наши девчонки отыграли. С вами был Валер Азаненко. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч. Счастливо. Пока.